Что такое центрифуга и вкусна ли космическая еда? Об этом и многом другом узнали ребята из Одинцовского лицея номер 6. К ним в гости приехал летчик-космонавт, герой России Александр Лазуткин. Меня очень удивило даже то, от новости того, что там в школу приедет космонавт, и я с ним увижусь, то, что можно задавать сердечные вопросы. Я узнала то, что самый знаменитый тренажер космонавта, который знают все, называется центрифуга. Сколько весит скафандр, что чувствует человек в невесомости, ребята задавали самые разные вопросы. Александр Иванович рассказал о своей экспедиции, в которой он принял участие в 1997 году. Важно поделиться ощущениями и попробовать передать состояние в другом пространстве, отмечает летчик-космонавт. Полет в космос – это не просто там посмотрел и ахнул, что Земля красивая, и звезды там такие. Полет в космос, он меняет не мировоззрение, а мировоззрение. Это взрослый понимает. Ты уже по-другому смотришь на все, что происходит. По словам лицеистов, их очень заинтересовала космическая сфера. Беседа помогла понять, как сложно подготовиться к полету и как нужно работать над собой, если хочешь стать космонавтом. Если я сейчас спрыгну, пока я буду лететь до Земли, я буду ощущать себя в невесомости. Чем выше я заберусь, тем дольше я буду ощущать себя в невесомости. Мне очень понравилась встреча с космонавтом. Я узнала для себя очень много нового. Меня удивило, что он захотел стать космонавтом, прочитав всего одну книжку, в которой, мне кажется, достаточно ничего не было такого особенного. Также мне понравились рассказы про разные тренажеры, как их подготавливают. Общая фотография и автограф на память – так завершилась космическая встреча. Ну а космонавта Александра Лазуткина уже ждут в гости другие учебные заведения округа. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». До свидания.